добрый день уважаемые коллеги рада вас всех видеть на первом вебинаре нашей школы креативного интеллекта и сегодня мы начинаем первый модуль тот который будет посвящен генерации изображений мы сегодня с вами пройдем сразу две темы первая тема это знакомство с нейросетями и их применение в создании статичных изображений что это значит мы разберем основные понятия без которых сложно говорить с теми кто уже пользуется нейросетями посмотрим чем отличается искусственный интеллект от нейросетей и от моделей и познакомимся с самыми популярными из них вторая тема это техники генерации изображений с помощью нейросетей посмотрим например сервиса леонардо например сервиса рекрафт поговорим как правильно генерировать изображение и какие ошибки могут вам встречаться все вопросы которые у вас будут возникать вы можете сразу писать в чат я буду поглядывать в него одним глазом сразу отвечать а все организационные вопросы по курсу предлагаю оставить на конец нашего вебинара чтобы не тратить ваше драгоценное время что ж стартуем давайте для начала разберемся что такое нейронные сети почему все вокруг о них так много говорят и чем эти нейросети могут быть полезны для нас с вами нейронные сети называется так потому что их придумали по образцу человеческого мозга ученые давно хотели разработать такие машины алгоритмы модели которые умели бы думать не хуже людей и тем самым сделать нашу с вами работу немного легче мы с каждым годом все приближаемся к этому но никак не можем достигнуть этого рубежа и вот те нейронные сети о которых все сейчас говорят это те алгоритмы которые умеют сами учиться и распознавать закономерности делить предметы на группы находить какие-то общие признаки причем это делают практически так же как мыслим мы с вами а те кто долго работают с нейронными сетями замечают что многие приемы в педагогике и в андрогогике с нейросетями срабатывают тоже очень даже неплохо и поэтому нейронные сети сейчас так популярны они наконец-то перешли от черного ящика от того что никто не видит и не понимает что то что мы можем наконец-то потрогать руками запустить у себя на компьютере открыть в браузере и убедиться что все работает и даже попробовать сделать не просто что-то развлекательное красивое интересное но и что-то полезное сейчас на экране вы видите а модельку слева расположен изображение нейрона это то что находится в нашей с вами голове а справа расположено изображение одной маленькой частички того что находится внутри нейросетей как вы видите сходство несомненно есть и вот когда ученые нашли вот этот вот подход смогли воссоздать упрощенную модель того как думает человек тогда и произошел этот самый прорыв не надо думать что это дело последних двух лет на самом деле первые шаги предпринимались еще в девятнадцатом веке и без этих опытов без тех экспериментов без открытых закономерностей нашего нынешнего бума не было бы но что нужно помнить в любом случае какие бы классные нейросети у нас сейчас сами не появлялись какие бы громкие заявления их разработчики не произносили на конференциях все равно наш мозг работает во много крат лучше и ни одна программа пока еще не может приблизиться ни к его мощности ни к производительности ни к умению виде видеть закономерности или наоборот не видеть чего-то очевидного поэтому одна нейросеть бесполезно она бессильно выполнять хотя бы какие-то задачи которые выполняет человек и поэтому несколько нейросетей объединяют вместе это называется ансамбль не надо путать с ассамбляжем и тогда получается генеративная модель как это будет выглядеть на практике вот так генеративная модель создает данные на основе тех что в нее заложены нейросеть данные интерпретируют а вот когда нейросети становится много они могут не только обрабатывать информацию но и создавать что-то новое то чему они никогда не учились и даже то что никогда в мире раньше не существовало получается что вся сила генеративных моделей и нейросетей в обучении чем грамотнее они обучены чем больше времени и сил на это потрачено чем более качественными данными мы эту модель обучали тем лучше будут результаты чувствуете параллели да со школьным обучением с высшим образованием чем качественнее от материалы чем более преподаватели вдохновлены своей работой передаются этот энтузиазм своим ученикам и студентам тем лучше будет результат и действительно до нейросети учатся точно так же как учатся люди и уже проверено что самое лучшее обучение в том числе и обучение вот этих вот моделек это обучение с реальным живым человеком не просто какими-то какими-то данными мы кормим наши нейросети осажаем несколько людей и они с этой нейросетью общаются поэтому они учатся тоже в общении как и мы с вами вот так вот будет выглядеть скажем так пейзаж да чтобы мы с вами разобрались в понятиях не путали что к чему относится вот самый верхний уровень это то что называют искусственным интеллектом это совокупность большая область знаний внутри которой мы можем выделять какие-то маленькие кусочки первое что мы выделяем это мы выделяем большие данные без огромного количества собранной информации не будет обучения а обучение у нас машинное мы учим машины с помощью других машин во время этого обучения можно найти какие-то закономерности и разработать инструкции делая вот так вот а вот так пожалуйста не делай чем больше мы учим чем больше инструкции мы пишем тем лучше начинает работать эти алгоритмы и если мы не будем использовать программирование а будем учить их так как учим людей то мы как раз получим не просто алгоритмы а нейросети дальше мы нейросети объединяем в модели и модели уже имитируют реальный процесс повторяют за нами с вами и вот потом видите дальше идет пунктирная стрелка когда нейросети и модели разовьются достаточно то возможно машины будут за нас выполнять ту работу которая до этого требовала исключительно человеческого интеллекта но это вопрос очень очень далекого будущего так поставьте пожалуйста огоньки чтобы я видела распутала я вас или запутала стало ли немножко понятнее сейчас мы разберем несколько основных терминов которые помогут вам общаться с теми кто уже хорошо пользуется генеративными моделями нейросетями показать им что вы говорите на одном и том же языке а также несколько важно для нас с вами терминов чтобы к ним дальнейшем не возвращаться и так от меня и от моих коллег вы неоднократно услышите название некоторых нейросетей у них будут имена собственные кандинский шедевр миджорни это имена собственные но также есть и название моделей они объединяются в группы и вот вы сейчас на экране видите ту модель с которой мы будем работать на первом модуле тексту имидж то есть превращение текста в картинки это значит что мы будем говорить о той группе нейросетей в которую мы пишем текст а получаем на выходе какое-то изображение но помимо таких вариантов есть и модели которые получают текст и в ответ тоже отдают текст эта тема нашего второго модуля при этом вот такую модельку в такую нейросеть можно загрузить и стихотворение и просто вопрос написанный текстом и даже табличку с данными то есть в этом случае цифры таблицы файлы тоже считаются текстом смотрите да какой большой простор для действий следующее важное понятие это компьютер vision компьютерное зрение без компьютерного зрения наверное все было бы намного сложнее нам приходилось бы наши нейросети уговаривать ну пожалуйста мне нужно не яблоко а груша и пожалуйста не зеленая груша а желтая и каждый раз каждую вот эту просьбу мы писали бы большим объемом текста но когда к нейросетям подключается компьютерное зрение они начинают сами распознавать что им показывают на фото и видео а значит вы можете не только текстом написать нарисую мне грушу но и просто показать фотографию груши и нейросеть вас прекрасно поймет вот это вот как раз компьютерное зрение а еще нейросети умеют изменять размеры а мы видели сервисы да еще даже до бума нейросетей которые увеличивали разрешение картинки мы кидали им какой-то мутный снимок а они делали его более ярким и четким но сейчас все работает немножко по-другому мы не просто делаем upscale то есть автоматическое увеличение размера а потом подтягиваем качество картинки сейчас нейросети умеют восстанавливать изображение например дорисовывать края которых раньше не было брать черно-белый снимок и добавлять ему цвета ориентируясь тоже на какие-то свои знания убирать ненужные части изображения и наоборот дорисовывать нужные а вот еще список моделек которые могут вам встретиться из текста можно получать сразу видеоролики а можно получать из текста голос тексту спич и наоборот спич ту текст то есть брать например голосовые сообщения и расшифровывать их в текст ну ладно голосовыми сообщениями кого сейчас удивишь брать полуторачасовое интервью и через нейросеть получать аккуратную расшифровку даже с разметкой спикеров вот это уже магия сейчас генерируются не только плоские изображения и динамичные видео но даже пробуют создавать 3d объекты а уж где 3d объекты там наверное недалеко и до виртуального мира до до виртуальной реальности но пока все вот это волшебство создание виртуальных миров она пока еще не доступна обычным пользователям а вот про тексту спич спич то текст мы поговорим на третьем модуле а динамичные изображения то есть видеоролики из текста или из картинок это тема четвертого модуля еще один важный термин это запрос я буду его упоминать часто и мне важно чтобы вы понимали запрос это то что вы пишете нейросети то есть это именно текст который вы набираете окошке запросы бывают разные по сложности по структуре по тому в какой нейросети они используются но самое главное что то что вы пишете нейросети это запрос а точка что она отвечает это результат или это вывод текст может быть текстом он может быть картинкой он может быть файлом да такие варианты тоже бывают вы пишете запрос и получаете результат ну и наконец наверное самое самое важное слово для тех кто собирается пользоваться нейросетями каждый день это токены токен это то сколько ресурсов ну а значит программной мощности энергии воды на охлаждение тратит нейросеть и компьютер где она расположена на то чтобы ответить на ваш запрос понятно что разные нейросети тратят разное количество ресурсов и разные нейросети по разному получают деньги за эту генерацию а значит вы можете увидеть токены энергию а лайты краски и любые другие названия на платных сервисах но по сути это та плата которая за вас взымается за одну генерацию и она может очень и очень отличаться от десятитысячных копеек до нескольких рублей за каждый введенный вами символ протокены мы будем говорить отдельно и как и когда будем рассматривать сервисы для генерации изображений когда мы будем рассматривать сервисы для создания текстов потому что это очень важно если вы планируете работать с нейросетями и использовать их своей профессиональной деятельности вы тоже должны понимать что для вас будет бесплатным а где придется вложить какие-то ресурсы все это пока все термины которые нам нужны все остальное будем потихонечку вводить понемножку говорить и я буду стараться какие-то термины писать вам в группе телеграма чтобы вы могли бы любой момент посмотреть их и вспомнить ну а теперь перейдем непосредственно к нашим нейросетям которые создают изображение и попробуем разобраться как они это делают как я уже говорила эта история далеко не последних двух-трех лет первые опыты первые эксперименты это 45 лет назад стали появляться какие-то зачатки компьютерного зрения были еще до этого и большое большое количество экспериментов о которых сейчас уже мало кто помнит показывает нам что далеко не всегда все было гладко для того чтобы сгенерировать как хотя бы какое-то вот простое изображение простую картинку нужно так много ресурсов что наша вычислительная техника не так давно стала показывать такие мощности и если мы посмотрим на генерации четырех годичной давности и то что можно сгенерировать сейчас мы увидим огромную разницу это и фотореалистичность и большое количество деталей и правильное количество пальцев которые мы так долго ждали и естественные позы вот путь ко всему этому был очень и очень на самом деле долг и сейчас с изображениями работает сразу несколько компаний каждая из которых представляет свой собственный продукт это как правило крупные организации у которых есть большие вычислительные мощности и они могут позволить себе обучить мощную нейросетку и вот перед вами три основных игрока на рынке это миджорни у которой одноименная нейросеть то есть это и название а деле сети и название самой компании это комп виз то есть видите сокращение от компьютерное зрение которая разработала и обучила стейбл диффьюжен и его еще можно часто будет увидеть по сокращению sd вот все что начинается или содержит аббревиатуру sd это модель стейбл диффьюжен и open ai у которых помимо всем известного чат gpt с которого наверное начался бум генерации текстов есть еще своя моделька для генерации картинок она называется дали и сейчас вышла третья версия да версия это тоже важно потому что чем более новую версию вы видите тем больше у нее возможности они получают новые данные они получают новые приемы и методики обучения и чем более новую версию увидите тем как правило она умнее быстрее и что немаловажно дешевле а если вы помните вот уже два года прошло бум генерации картинок это как раз из-за появления миджорни они первые вывели нейросети из лаборатории и дали доступ обычным пользователям после этого весь интернет мне кажется не работал а несколько месяцев только и дело что генерировал картинки стейбл диффьюжен то есть компания компвиз это нейросеть которую наконец-то отдали всем желающим и бесплатно и поэтому все кто хотел иметь свою собственную нейросетку или свой сайт с нейросеткой или нейросетку на своем компьютере все сразу стали качать стейбл диффьюжен и поэтому а если можно ее смело называть самой популярной вы ее встретите чаще всего ну и наконец далее когда появился он был очень и очень слабенький никакой конкуренции с миджорни он не выдерживал а вот когда придумали в одном чате объединить и генерацию текста и генерацию картинок вот тогда то все полюбили дали тоже что особенно важного в каждой из этих нейросетей чем они отличаются и в каком случае вы выберете одну а в каком случае дадите предпочтение другой как я говорила миджорни это у нас пионер да а и а они сразу делали акцент на красивом стиле очень высокохудожественные изображения очень хорошая фотореалистичность потому что обучались на высокохудожественных фотографиях вот эти вот этот вот нейросеть изображения очень очень качественны и в них большое количество деталей при этом можно сгенерированное изображение улучшать добавляя еще больше и больше детализации и поэтому визуальный стиль миджорни видно буквально с первого взгляда то есть кто уже регулярно смотрят картинки сгенерированы нейросетями он практически сразу и безошибочно выделяет миджорни посмотрите какие детали если мы будем приближать и разглядывать эту картинку вы увидите огромное количество подробностей на этом экране это вполне может быть и реальная фотография которая там обработана через photoshop с фильтрами то есть мы можем поверить что это существует в реальности вот это вот показательный пример а вот это вот реальный пример из из моей компании то есть то как мы используем миджорни например для генерации фона для видеороликов тоже как видите да большое количество деталей но уже совсем другой стиль и вот эти вот сочетание цветов даже если изображение не объемная а вот такая плоская иллюстрация все равно большое количество мелких деталек кстати если вы будете приглядываться вы увидите что там где должен быть текст а тут бессмысленно набор и слов миджорни не умеет писать осмысленные тексты и надписи дальше который у нас сейчас под третьим номером и мы уже довольно скоро надеемся увидеть четвертый генератор доли прекрасно понимает естественный язык то есть с ним можно разговаривать вот так как я показывал самом начале вдруг нарисую мне грушу да нет поставь ее левее хорошо а теперь на заднем фоне а пусть будут розовые занавески вы разговариваете как бы вы объясняли живому дизайнеру что вы хотите получить на изображении и дали вас при этом понимает и делает то что вы просите она фишка этой нейросети в том что прекрасно понимает связь между подписью и картинкой то есть его учили не только на изображении а ему показывали подпись картинка подпись картинку вот такие пары показывали и показали так много что он начал понимать а значит он может и по картинке сгенерировать подпись и по подписи сгенерировать картинку для него изображение это не просто набор каких-то символов и образов а прямая связь со словами и а далее хорошо генерируют новые изображения на основе загруженных то есть а у него вот это вот творческое пространство очень и очень широкая ему можно показать какой-то образец и он будет им спокойно оперировать и вот тоже примеры слева вы видите пример показательный как может выглядеть изображение как и у миджорни тоже большое количество разных стилях это может быть и фото реализм это может быть и какая-то плоская иллюстрация но вы видите да отличие все-таки детали меньше чем у миджорни и художественный стиль отличается очень сложно словами передать чем именно он отличается для этого наверное нужны поэты чтобы выразить всю глубину всю гамму но вот чисто на подсознательном уровне мы с вами эту разницу видим а вот пример справа это опять же пример из с моего компьютера с моего аккаунта здесь есть какое-то изображение и вот я пишу текстом возьми картинку и сделаю ее в черно-зеленых тонах и далее берет и делает по образцу берет образец и переделывает его в черно-зеленых тонах так как я и попросила тоже здесь вы можете видеть надписи где-то они осмысленные а где-то нет скажем так в 50 процентов случаев далее а попадает правильно в текст на английском на русском не пишет теперь стейбл диффьюжен тоже сейчас доступная третья версия модели но тоже очень и очень ждем продолжения работы как я уже говорила у стейбл диффьюжна открытый исходный код а это значит что вдохновившись любой из вас может скачать и сделать свой продукт свой сервис на основе стейбл диффьюжен или поставить его себе на компьютер и пользоваться каждый день у стейбл диффьюжена огромное число настроек и когда я говорю огромное вы просто не представляете себе насколько там действительно большое число число самих настроек плюс какое количество плагинов можно подключить плюс сколько еще вариантов интеграции к нему пишут это огромный кухонный комбайн который умеет практически все что вы захотите а если он чего-то не умеет то значит в течение пары ближайших месяцев кто-то его научит а еще стейбл диффьюжен отличается высокой скоростью работы что тоже очень и очень хорошо не так интересно досидеть по паре не нуждать каждую картинку когда вам нужно сделать их большое число или быстро сделать концепцию какой-то идея а вот стейбл диффьюжен работает достаточно быстро и вот точно также примеры слева пример генерации стейбл диффьюжен хорош для генерации людей я видела кейсы когда дизайнеры берут например тот же миджорни сначала в нем генерируют портреты а потом в стейбл диффьюжен доводят их до идеального состояния а вот справа это эксперимент который показывает насколько точно можно контролировать те картинки которые выдает нам стейбл диффьюжен может быть вы видели были популярны такие изображения внутри которых объекты складывались в какую-то надпись и для того чтобы их сгенерировать нужно было просто написать свое слово сохранить как картинку скормить эту картинку стейбл диффьюжен и написать какое именно изображение вы хотите видеть кроме вместо надписи могли быть какие-то другие фигуры лица то есть вот эти вот оптические иллюзии говорят как раз о том что моделька очень гибкая и умеет делать просто невероятные вещи так еще раз напоминаю да я говорю модель и мы используем это как синоним нейросети нейросеть условно говоря то что попроще то что доступно нам пользователь модель это глобально вокруг одной модели может быть построено большое количество сайтов сервисов нейросетей которые отдаются нам с вами я понимаю что в этом легко запутаться но для нашего курса будем считать что модели и нейросети это условно говоря синонимы вот теперь снова минутка небольшого занудства для того чтобы понимать как изобрать появится нужное вам изображение нужно немножко понимать что там нейросеть отвернувшись от вас у себя потихонечку делает и потом показывает вам готовый результат мы не видим вот эти вот промежуточные шаги а тем не менее они важны потому что влияя на них мы можем повлиять и на конечный результат прорыв нейросетях произошел тогда когда придумали состязательные нейросети то есть когда взяли одну нейросеть и назначили ее художником ей показали большое количество хороших качественных работ ну или по крайней мере большое количество фотографий котика и она поняла что для того чтобы сделать такие изображения нужно действовать вот таким вот образом и сеть художник умеет рисовать картинки возможно плохо возможно не то что вы хотите но она умеет рисовать дальше к ней подцепили вторую нейросеть и назвали ее сетью экспертом и тоже показали миллионы фотографий котиков и научили отделять котиков от собачек то есть если сеть художник умеет рисовать то сеть эксперт умеет критиковать а потом их запускают параллельно художник рисует эксперт критикует нет говорит плохо художник рисует новую версию эксперт говорит нет количество лапок не то давай еще художник рисует снова эксперт горит да отлично вот это вот а настоящее изображение котика и когда количество рисунков которые эксперт оценил как реальное изображение становится достаточно большим мы считаем что нейросеть готова и можно ее отдавать пользователям то есть когда вы рисуете какое-то изображение у вас внутри вот сайта или сервиса сидит не только художник но и сидит сразу критик и поэтому вы видите достаточно хорошие результаты потому что вот там внутри кто-то уже покритиковал и отсеял весь откровенный брак это к вопросу кстати о том да сколько картинок за один раз генерирует нейросеть она на самом деле генерирует может быть больше но вам выдает только небольшое количество и вот так вот это выглядит на практике вот у нас есть изображение у нас есть сеть художник и сеть эксперт они смотрят на картинки и выделяют какие-то значимые признаки их никто не учит они сами смотрят картинки и сами понимают что общего например у всех котиков нейросеть эксперт лучше отличает котиков от собачек а нейросеть художник обращают внимание на то сколько у котиков лапок ушек какие бывают расцветки потом эксперт будет критиковать а художник будет брать изображение и убирать из него все несущественное если наш наш нейросеть художник знает что кот это усы лапы и хвост то все остальное он может стереть и все равно окажется котик то есть сейчас для нейросети левое изображение и правое изображение идентичны он и там и там видит котика человеческий глаз уже не видит а для нейросети то все понятно и когда вы приходите и говорите нарисуй мне пожалуйста кота нейросеть берет правое изображение и удаляет из него все лишние пиксели пока не останутся усы лапы и хвост поэтому все то что вы видите все то что генерирует нейросеть на самом деле это шум то есть вот такое вот зашумленное изображение а нейросеть умеет пользоваться диффузией то есть она умеет размывать картинку до шума и обратно из шума восстанавливать картинку возможно это звучит сложно но давайте представим сублимированное картофельное пюре вот у нас есть картошка мы можем определить что это картошка по вкусу по цвету по текстуре если мы ее превратим в сублимированный порошок убрав из нее всю воду это все равно остается картошка хотя она уже не круглая хотя она уже не такая по текстуре и мы в любой момент можем сделать обратную диффузию то есть заварить ее кипятком и получить картофельное пюре вот и нейросети действуют точно так же так и поэтому когда вы генерируете какое-то изображение на самом деле вот там происходит примерно вот это вот из случайного шума как будто восстанавливается появляется изображение а потом уточняются некоторые его детали то есть сначала какими-то крупными мазками давайте запущу еще раз крупными мазками нейросеть предполагает как какие контуры лица какая поза направления взгляда а потом уже начинает дорисовывать небольшие детали любая картинка которую вы видите это в первую очередь вот такое вот шумное изображение и значит если у нас есть разные нейросети они учились по-разному они работают немножко по-разному это значит что если мы им отправим один и тот же запрос они восстановят картинку по нему по-разному в зависимости от того как научены какой шум у них есть вот например рекрафт дали и art generation берут и по одному и тому же запросу кстати какому можно предположить такое изображение чтобы у них запрашивали рисуют свою версию и вы видите отличие и в композиции и в цветах и в объеме и в глубине резкости и в количестве деталей вот это все как раз зависит от того как именно наши нейросети были обучены и поэтому первое от чего зависит результат чего зависит картинка если мы сейчас говорим про них это то как мы не растить обучали и если вы выбираете какую-то подходящую нейросеть для работы выбираете то что вам будет нужно для профессиональной деятельности стоит хотя бы почитать какие-то простые статьи простые материалы о том на чем эту модель обучали может быть как кандинский в наборе было огромное количество фотографий котов я не шучу это реальный факт и поэтому кандинский одна из лучших нейросетей для генерации котик может быть нейросеть в основном училась на фото портретах людей и значит фото портреты у нее получается лучше чем другие изображения вы смотрите и оценивайте ваши рабочие задачи что именно вы хотите генерировать и желательно посмотреть в сторону модели которая училась плюс-минус на таких же данных я показываю вам те модели нейросети которые универсальны которые учились на практически все надо что попало в руки разработчиков но есть нейросети которые были обучены свое время на специальных данных например только на финансовых или только на строение белка или только на видеозаписи компьютерных игр и естественно они могут генерировать только специфические результаты дальше а результат зависит от того что вы попросили нейросеть сделать мы говорили да что то что вы пишете называется запрос или промпт про промпты мы будем говорить в четверг и говорить очень подробно пробовать разные варианты а промпты это задание которое вы даете нейросети чем качественнее вы написали свой запрос чем конкретнее подробнее правильнее для данной конкретной нейросети тем лучше будет результат некоторые нейросети любят детальное описание каждой загогулины некоторые наоборот от этого начинают путаться и выдавать плохие результаты каждой нейросети свой собственный промпт и наконец мы можем точно сказать что картинка получена в итоге зависит от тех настроек которые вы поставили вообще никто не любит настройки мы все любим чтобы была кнопка сделать хорошо мы на нее нажали нейросеть прочитала наши мысли и сгенерировала именно то что нам нужно поэтому многие разработчики сервисов и нейросетей действительно в интерфейсе оставляют одну кнопку но то что вы не видите настроек не означает что их нет на самом деле они могут быть скрыты их можно каким-то образом вызвать и посмотреть и подправить может быть где-то вы выбираете там одну из трех кнопок а там уже внутри нее несколько страниц настроек автор прописал и значит для того чтобы создавать именно тот результат который нужен вам нужно находить эти настройки и все таки учиться ими пользоваться иначе чтобы вы не генерировали у вас все равно плюс-минус будет бутерброд с маслом и надо не забывать да на самом деле действительно это так я буду завтра показывать и для меня в этом плане показатель например дали у которой вообще нет кнопок никаких вы только пишите и получаете результат и понять по каким именно параметрам было сгенерировано изображение это тот еще квест я думаю что вы слышали неоднократно что нейросети ошибаются и у них есть какие-то типовые ошибки типовые ошибки это количество пальцев это артефакты то есть части других изображений которые случайно попали к вам это неправильное понимание того что вы попросили вы написали в запросе нарисую иллюстрацию фразеологизм и увалять дурака а вам а сделали кукой войлочную игрушку клоуна по смыслу вроде бы то же самое но вы просили не это а и художественный замысел то что мы видим но не можем видим чувство но не можем описать нейросеть не поймет то что мы не можем выразить словами мы вряд ли сможем выразить и с помощью нейросети давайте у нас 40 минут один академический час прошел я думаю что самое время для небольшой вот такой вот разминки я покажу вам картинки а вы скажете что на них не так какие ошибки допустила нейросеть при их генерации мы не обращаем внимание на тексты будем считать что наоборот там соответствует запросу который вот честно правил человек но что на этой картинке не так что сгенерирован неправильно так что пальцев на ноге не должно быть а да тут да нога как рука вот это вот наверное самое точное определение ну и сами руки да тоже немножко неестественно поза странновато но она всякое бывает в соцсетях но да согласна здесь не очень хорошо пропорции да а еще как лишнее буду пересчитывала а передний план размыт это художественное впечатление вот здесь вот да помимо пропорции позы и пальцев здесь еще явно эффект зловещей долины то есть мощности нейросети не хватило для того чтобы сделать изображение действительно похожее на человека за вещь и долина это когда почти как человек но недостаточно наше подсознание не обманывается и она воспринимает вот как что-то для себя и народное да если приближать и смотреть там будет действительно очень краткопалая рука причем с кольцами и с ногтями соответствующей формы действительно хорошо давайте тогда посложнее раз пальцем и пересчитали что не так на этом изображении если что запросу соответствует полностью так пол плывет не то провода не то щели в полу да действительно то есть это провода от оборудования которые исчезают теряются сливаются с со стыками между панелями пола действительно это первое что бросается в глаза интересно конечно знать какой был каков был запрос а новогодняя телестудия сюжет из новогодней телестудии ведет лист репортер слишком много лис нет лист только сколько нужно первое лиса ведущий без нижней части тела ну там она предполагается экраны один на другом да видите мелкие детали а еще да как будто женская фигура действительно именно женскую фигуру почему-то рисует вот в этом случае по умолчанию а с этим долго боролись пока не удалось получить другое изображение на заднем плане размытое это тоже может быть естественно если акцент идет на переднем плане здесь другая ошибка присмотритесь внимательнее как одета лиса на переднем плане и как одеты лисы за столом то есть по факту вместо того чтобы прорисовывать каждого персонажа нам просто нарисовали армию клонов и и это ошибка которая часто встречается у миджорни так ну давайте еще один предположите каков был промпт и почему получилась такая странная картинка да да действительно вот посмотрите полосатые коты нет а милые тигры тоже нет то есть здесь явно нейросеть неправильно интерпретировала запрос и сделала не то что хотел автор то есть действительно у нас раскраска тигрина и фигуры котов но при этом есть некоторые другие ошибки я вот вижу направление взгляда немножко остекленевшего у правого котика и вот мордочка да он меньше по размеру но мордочка у него как у взрослого кота и вот эти вот нюансы это как раз неправильная интерпретация запросов пользователя так что видите ошибки могут быть очень и очень разнообразны иногда вы получаете генерацию с первого взгляда да здорово это именно то что мне нужно а потом начинаете рассматривать изображение и хватаетесь за голову это совсем не то какие-то мелкие ошибки расплывшиеся детали нога вместо руки с первого взгляда вы это не видите но поверьте когда вы будете демонстрировать публично все ошибки найдут и все 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 посчитает так маленький немолодой компактный да согласно именно так и есть а вот теперь давайте посмотрим на примеры того как создаются изображения нам нужно понимать что нейросети могут какие приемы могут заставлять нейросети генерировать картинки чтобы уже для самих себя составить план что именно нужно делать и как именно вы будете работать работать с такими сервисами я буду переключать и запускать видео может быть немножко медленнее чем вы рассчитываете итак первое что нам приходит в голову рисование с чистого листа то есть вы пишете текст это задача по которой нейросеть должна сгенерировать картинку но я думаю вы уже видите и понимаете что вы просто написать маленький и большой код этого часто может быть недостаточно и поэтому для того чтобы нарисовать какое-то изображение с чистого листа нужно будет скорее всего перебрать далеко не один вариант вот этого вот текстового запроса это интерфейс миджорни в дискорде вот есть некоторая идея у автора он пишет промпт причем миджорни понимает по-английски только по-русски не понимает пишется текст он может быть как вы видите достаточно большим детальным подробным и по этому тексту уже нейросеть генерирует изображение вот она размытая картинка постихоньку она восстанавливается и получается яркое и четкое изображение детальный подробный промпт детальный подробный текст и тогда будет качественное изображение это то что касается рисования с чистого листа на самом деле вот по моей практике могу смело сказать на то чтобы понять как именно нужно писать запрос нейросети понять как она реагирует на какие-то ключевые слова уходит как правило больше всего времени вы пишете вроде бы все правильно а генерация ерунда какая-то еще попытка и опять не так и только потом может быть почитав послушав кого-то может быть вот так озарение на вас не зайдет окажется что нейросеть не любит это слово и по этому слову генерирует вообще непонятно что бывает к сожалению и такие случаи есть много гайдов инструкций руководства использования нейросетей и у них проблема в том что даже сами разработчики не до конца всегда понимают что внутри нейросети как она работает и на что она способна поэтому только методом научного тыка дальше второй способ это референсы референсы то есть образцы у вас есть уже какая-то картинка образец и вы ее показываете нейросети говорите сделать так же но зелененькая сделай такую же но не с лицами а с медведями сделай такую же по цвету но с совершенно другим содержанием то есть картинка образец может быть не полностью переработана нейросетью а из нее она она может взять только какую-то часть например только лицо персонажа только освещение только подбор цвета вот у нас сейчас девушки нарисованы в разном стиле фотография с очень ярким выразительным освещением и четко заданной внешностью загружается в миджорни вот это вот изображение референс оно сейчас обрабатывается вот оно загружается загрузилось в систему пишется промт и как видите итоговые изображения очень и очень похожи в первую очередь они похожи по цвету референсы это один из более простых способов получить что-то похожее на нужный вам результат или получить набор изображений а что что касается профессиональной деятельности наборы часто нужнее чем какие-то отдельные картинки но мы об этом еще поговорим обязательно дальше следующий третий прием генерации это объединение концепций у нас есть сальвадор тали и фотография утреннего кофе а теперь их между собой нужно соединить для того чтобы получить какое-то новое изображение давайте посмотрим как это может выглядеть на практике то же самое мы загружаем картинку в миджорни но теперь две девушка и закат и получаем соответствующий результат генерации вот четко объединены если вы посмотрите здесь вот справа на снимке в темных тонах брюнетка и яркие цвета заката и вот это же самое мы видим на изображении да похоже то есть вот такое смешение это как раз очень хороший способ очень хороший прием для генерации контента для нейросетей условно говоря если вы работаете в музее взять персонажа с одной картины и стиль другого художника и вот уже можно немного поиграть с вашими подписчиками здесь на самом деле довольно большой простор но вот такие вот фокусы умеет вытворять далеко не каждая нейросеть это был номер 3 а теперь номер 4 номер 4 с моей точки зрения это вообще какая-то магия это знаете вот такие юношеские мечты я буду показывать пальцем что нужно изменить а оно будет само называется по умному этот прием инпайтинг то есть рисование уже внутри сгенерированного изображения мы делали то же самое в фотошопе мы брали фотографию с пляжа и стирали лишних людей на заднем плане или городскую фотографию и убирали гроздь зависящих проводов вот теперь то же самое можно делать для генерации изображений и не руками а просто сказать нейросети что на этом фотографии или изображении не так так согласны что это звучит как магия вот так это может выглядеть а кандинский сгенерировал изображение и мы хотим поменять платье на девушке то есть вот буквально вот так мы выделили область стерли из нее лишнее и сказали дорогой нам нужно все таки здесь другое платье я запущу это еще раз потому что с моей точки зрения это просто-напросто это восхитительно самое главное это же можно делать не один раз вот сейчас заменили платье потом поменяли прическу потом заменили фон и вот так вот шаг за шагом мы дорисовываем изображение по-моему это просто фантастика так ну и последний пятый прием несмотря на то что он стоит последним это то чем вы будете уверенно пользоваться это чаще всего потому что это как раз возвращение к нашему разговору о настройках разработчики сервисов сайтов приложений с нейросетями знают что никто не любит разбираться в настройках и они придумали подход через стили у вас есть стиль он называется киберпанк внутри него автор стиля прописывает фиолетово-синий тона антураж японии таких-то годов большое количество экранов и гаджетов и вот эти вот визуальные правила настройки они уже там зашиты внутри стиля так а что если я вам скажу друзья что стили можно еще генерировать самим и это не так сложно и как это может выглядеть на практике вот у нас есть изображение одна и та же модель один тот же стиль а теперь мы меняем подход и выбираем вместо рисунка выбираем пиксар тоже видите это одна героиня одна поза один стиль но при этом совершенно по-другому смотрится и еще один вариант да я понимаю ваше восхищение стилями я согласна что это прекрасно и чем лучше вы понимаете какие настройки зашиты внутри стиля тем более качественных результатов вы можете добиться так если у нас пример восстановления старых фотографий да я об этом упоминала примеры колоризации то есть раскрашивание фотографий это довольно популярный подход давайте мы сделаем так я найду из кино варианты в чате у меня есть прямо инструкция по использованию такого сервиса а если вы хотите поэкспериментировать с восстановлением вы можете скинуть поврежденную фотографию и я запишу видеоролик в ну не знаю в том же Дали или в стейбл дефюжене как можно попробовать эту фотографию восстановить вообще для этого нужны специфические знания и навыки то есть это не базовый уровень владения нейросетями но вполне возможно так а ночью вам работать некогда ночью вы будете выполнять практические задания поверьте они тоже будут очень и очень увлекательными так а я ночью буду загружать инструкцию по колоризации вот записала себе на листочек теперь не забуду ну что ж с моделями познакомились возможностями восхитились над ошибками посмеялись давайте теперь посмотрим в какие конкретные сервисы вы пойдете тут опять же на первый непосвященный взгляд все кажется понятным и очевидным а когда начинаешь разбираться приходится очень долго распутывать искать где тут сервис где тут нейросеть где модель и вообще как это все между собой связано сейчас я распутаюсь за вас во первых у нас есть некоторые модели которые помним да что у нас синоним слово нейросети у которых нет сайтов нет приложений нет вообще ничего они могут быть закрытыми то есть вот и кто-то придумал разработал и никому пожадничал не дал все он сам им пользуется а например так часто делает алибаба это владелец сервиса алиэкспресс они очень активно работают с нейросетями они придумывают очень классные вещи они выкладывают видеоролики о том как у них все здорово работает но больше никому не дают доступ а у некоторых разработчиков есть желание отдать пользователям чтобы они попробовали а вы знаете для чего они отдают это пользователям там же все не так просто на самом деле у них есть своя скрытая внутренняя цель вот но поскольку они не хотят разрабатывать сайты или приложения они дают доступ через чьи-то чужие платформы так например миджорни вот только сейчас завели собственный сайт а до этого ну и сейчас доступ нету всех генерировали изображение через дискорд популярный пример это телеграм-боты они тоже могут генератором картинок подцепляться они могут подключаться генератором текста то есть по факту вы пользуетесь с привычным вам приложением и получаете через него доступ к какой-то нейросети как я говорила типичный пример это миджорни работает в дискорде вы подключаетесь к каналу именно этой нейросети и внутри вот есть какой-то свой собственный интерфейс вот кстати ответ на вопрос для чего дается доступ помимо простого и понятного ответа чтобы собирать деньги за генерации они еще собирают данные запросы которые вы пишете результаты которые вы выбираете вот видите у миджорни после набора 4 картинок есть 8 кнопочек версии 1.2.3.4 и вариант то есть улучшить версию 1.2.3.4 так вот в зависимости от того какой вы вариант выбираете вы-то думаете что вы себе выбираете лучший вариант а нейросети еще и себе записывать а пользователи вот такие вот варианты то есть по факту когда вы генерируете что-то вы обучаете будущее поколение нейросетей а дальше это личная копия с генерацией картинок все сложнее потому что они требуют определенных мощностей они не на каждый домашний компьютер вы это поставите а вот с генерацией текстов есть модельки которые можно установить на не особо мощный домашний компьютер и даже на не особо мощный домашний ноутбук они будут не очень уменькие шустренькие но будут ваши собственные это значит что данные которые вы в них загружаете и результаты которые вы получаете наоборот никто не увидит это важно если вы работаете с какой-то конфиденциальной или персональной информацией и из нейросетей для генерации картинок самый яркий вариант это как раз stable diffusion раз его отдают открыто и бесплатно его можно поставить и для него разработан специальный интерфейс автоматик то есть программа которую вы можете поставить на компьютер и работать с ней вот так будет выглядеть это очень так сдержанно и скромно не так много всего подключено сколько можно можно подключить видите да какой интерфейс какое количество настроек вот обычно вы их не видите это вот только здесь они вынесены на передний план и тут и температуру подстроить и сид подстроить и написать запрос и негативный запрос и варианты изображений и пошло поехало количество возможностей которые дает в этом плане stable diffusion огромное и вот такого художника вполне можно завести у себя дома на компьютере но дольше учиться им пользоваться чем ставить и наконец третий вариант самый распространенный вот это именно то что мы обычно называем нейросетью какой нейросетью пользуешься а я пользуюсь рекрафтом а я пользуюсь арт-генератором а я пользуюсь нейрохолстом нет на самом деле вы пользуетесь stable diffusion кандинским миджорней но через сайт который называется вот так вот сайт очень удобен вы не видите лишнего вы видите только нужное он сохраняет все генерации за вас он показывает может быть чужие примеры генерации и дает возможность скопировать их целиком или какую-то часть или даже просто загрузить картинку это очень и очень удобно но вы пользуетесь не моделью а вы пользуетесь именно каким-то сервисом и это очень важно понимать каким почему вы уже видели что модели разные они обучены по разному они по одному и тому же тексту выдают разный запрос и даже выдают разные ошибки поэтому когда вы находите какой-то интересный сайт всегда постарайтесь узнать что у него внутри на какой модели он работает вы тогда будете сразу понимать функции то есть условно говоря если вы знаете как работает Stable Diffusion вы все три десятка сервисов на Stable Diffusion одной левой просто-напросто изучите потому что вы понимаете как работает основная модель от этого зависит стоимость генерации если Stable Diffusion бесплатный значит вы можете найти скорее всего сайты которые генерируют на нем бесплатно если Midjourney берется за каждую генерацию деньги значит и сервисы которые работают на Midjourney 100% будут платными ну и конечно от модели зависит скорость и иногда скорость это очень важный параметр когда нужно вот прямо вчера выложить пост или прямо за один день сгенерировать изображение для виртуальной выставки или для какого-то сайта скорость это тоже решающее значение а вот сейчас будет очень и очень интересно по крайней мере я на это надеюсь я сейчас покажу вам два сайта которые работают на одной и той же модели а слева от меня вы видите так слева от меня вы видите сейчас его подгружу а это сервис Leonardo AI а справа вы видите FreeCraft оба этих сервиса работают на одной и той же нейросети stable diffusion и там и там но при этом сервисы отличаются я сейчас покажу как они работают что они умеют делать а вот а кто первый напишет в чатик запрос для генерации на том примере я и покажу так давайте начнем наверное с Леонардо так Леонардо у меня напоминаю и вот здесь сгенерировано изображение там и там кстати изображение сгенерировано по одному и тому же запросу вот у нас вот такой вот есть сайт сейчас открыто окно генерации тут есть разные варианты вот разные пункты того что можно делать продвинутые версии сверху вы видите токены каждый день дается 150 бесплатных токенов то есть каждый день бесплатный доступ у вас обновляется сейчас на Леонардо открыт как раз генератор который работает на стейбл дефьюжн и вот оно идет окно генерации сюда я пишу запрос так сюда я могу писать сейчас он нам нужен запрос пишу здесь я выбираю модель на которой он будет генерироваться еще можно выбрать стиль но здесь не так сильно работает и нажать на кнопку генерации а еще если я нажму вот сюда вы увидите огромное количество настроек начиная от того сколько картинок нам нужно и заканчивая так ее не видно сейчас я включу да и заканчивая вариантами когда вы можете загрузить свое собственное изображение и по нему по референсу сделать какую-то картинку так лежу в чат что мы будем генерировать сегодня напишите какую-нибудь идея для генерации картинок и мы по ней сейчас пройдемся чур не котиков ладно котиков уже достаточно морской пейзаж с утесом нет и нет кто первый написал от этого мы и будем идти на английском да это конечно правильно и нужно что именно на английском потому что этот сайт понимает только на английском языке поэтому я перевожу и вставляю вот текст на английском дальше выбираю какая именно будет модель подключена я здесь в основном генерирует 3d картинки вот они у меня есть а вот есть всякие разные продвинутые варианты абсолютно реальность есть кино есть аниме то есть какие то вот такие вот это не стили это именно доработки нейросети как я говорила да ей показали еще миллион картинок с аниме и теперь она лучше генерирует аниме или ей показали еще миллион кадров из фильмов и теперь она лучше генерирует картинки похожие по стилю на фильмы я возьму свою любимую 3d мне кажется здесь один из самых удачных генераторов 3d изображений и сейчас вот чисто ради простоты ничего больше не изменяя кликну и попробую сгенерировать изображение вот у меня сейчас крутится идет просчет и после этого загружается картинка вот сразу две версии потому что в самом начале попросила две версии ее можно кликнуть посмотреть ближе скачать скопировать изменить размер и так далее все дополнительные функции они все будут стоить еще больше токена так давайте попробуем теперь взять с водопадом prompt но теперь пойдем еще и в настройки посмотрим что мы можем сделать вот видите количество токенов уменьшилось да было 146 мы сгенерировали за два токена сейчас я по-прежнему оставлю два изображения возьму размер тот который считаю оптимальным для этой картинки каждая модель обучена на каком-то конкретном размере и именно с ним работает лучше всего поэтому мы выбираем сразу наиболее подходящее соотношение сторон наиболее подходящий размер который для этой модельки подходит лучше вот это первое на что я обращаю внимание вот эти все дополнительные функции за дополнительные токены я могу включать могу не включать то есть тут я буду исходить из того что подходит наилучшим образом так загружать ничего дополнительно не буду ну вот давайте попробуем включить как раз фотореалистика вариант вот видите он пишет что ему нужен платный доступ то есть это нужно только платный доступ вот а вот версия prompt magic включается уже просто за токены что такое prompt magic с этой точки зрения это значит что наш скучный и унылый prompt умная машинка превращает в какую-то вообще магию то есть у нас был обычный запрос а становится что-то просто невероятно интересное и вот видите здесь включаются дополнительные параметры насколько понимает модель хорошо наш prompt наш запрос чем выше это значение тем больше свободы у нейросети чем меньше тем она должна следовать ну и высокий контраст пусть останется так так как оно есть все немножко изменили настройки если мы понимаем что здесь происходит мы можем с этим работать напоминаю что у нас сейчас стоит 3d стиль и будем 3d стиль ожидать видите количество изображений два а количество токенов увеличилось два раза потому что мы добавили какие-то дополнительные настройки нажимаем на генерацию и точно так же жду что у меня получится по результатам так можно ли запрашивать не абстрактные картинки а вариант гостиной в стиле арт-деко да почему бы и нет можно ли сразу создать изображение в формате png без фона так подождите немножко до этого мы тоже доберемся что у нас получилось это вижу что уже генерация закончена первая версия и вторая версия какая вам нравится больше первая или вторая я включу по очереди первое изображение изображение и второе второе первое реалистичнее так ага за первое голосует больше тогда давайте первое изменим так вот это у нас первое изображение не знаю что здесь реалистичного ну окей вот и дальше мы можем обработать то есть по факту это у нас черновик а дальше мы его можем улучшить сделать его более четким и детальным вот я навожу мышку и вы видите три варианта как именно его можно улучшать и у каждого из них своя будет стоимость здесь подписано на английском языке вот эти вот апскейлеры то есть варианты по улучшению детализации каждый работает лучше для своего случая какой-то на портретах будет выдавать очень странные результаты какой-то лучше подходит для пейзажей вот я выбрала один из вариантов доработки картинки то есть мы получили черновик это не готовая работа сейчас мы ее дорабатываем вот здесь тоже происходит некая магия видите крутится курсор так и мы получили версию доработанную можно можно переключать смотреть что поменялось видите от более размытого больше тумана стало больше стало магии измене изменилась деревушка которая находится слева если мы выберем другой вариант мы получим другой результат давайте вот этот вот сейчас на него кликнем и посмотрим как изменяется это о чем нам говорит о том что на сайте леонардо который работает с нейросетью стейбл дифьюжн включено продумано и настроено очень большое количество дополнительных функций так вот еще раз вот оригинал и вот вариант а вот предыдущие то есть детальки вам сейчас на экране наверно не очень видно но изображение меняется особенно хорошо это видно по линии самого водопада и разработчики этого сайта постоянно дорабатывают и придумывают что-то новое если оба варианта не подходят морской пейзаж с утёсом а это не морской пейзаж с утёсом мы взяли водопад который падает с темной скалы на которой стоит темный замок да это другой вариант так а вот это то что нам сейчас выдает выдает леонардо по стейбл дифьюжн а был запрос про гостиную в стиле арт-деко давайте посмотрим вот сюда у нас есть prompt генерация это значит что вы можете свою идею запроса написать и вам из нее будет написан грамотный качественный вариант промпта так вот я ввожу идею про гостиную в стиле арт-деко и хочу чтобы мне предложили еще 4 идеи для запроса очень знаете иногда выручает когда не хватает своей фантазии так у нас есть ручащие двадцатые у нас есть геометрические акцент на геометрические фигуры у нас наоборот есть мягкие линии и есть прямо подчеркнута искусственная генерация ну давайте возьмем номер один интересно посмотреть что получится и вот я сразу нажимаю кнопку generate при этом настройки сохраняются все которые до этого были построены то что это 3d стиль то сколько нужно картинок какая промпт магия будет включена видите из запроса про арт-деко короткого то что вы писали я просто скопировала из вашего сообщения получился вот такой вот развернутый промпт и вот у нас пошли картинки дальше их с ними уже можно работать и каким-то образом их изменять так как вам леонардо мне очень нравится здесь его помощью оформляла довольно большие проекты когда нужно было сделать большое количество изображений в одной стилистике и со сквозными персонажами то есть чтобы были одни и те же люди хорошо давайте теперь перейдем на правую сторону и посмотрим на сервис который называется рекрафт рекрафт как ни удивительно это сервис внутри которого нейросеть stable diffusion то есть то же самое что вы видели до этого но интерфейс другой у нас сверху панель инструментов больше похоже на панель фотошопа окна слева для того чтобы написать и вот такое вот полотно на котором можно располагать ваше изображение так по какому промпту мы еще не писали так давайте вернемся наверное к морскому пейзажу с утесом раз немножко не хватило его так сейчас я найду вот здесь вот генерацию у всех сгенерированных изображений можно естественно посмотреть промпт по которому он создавался и можно копировать изображение так копировать промпт и копировать что очень здорово еще и настройки по которому создавалось так так я пока не улучшаю берут в таком виде в котором вы написали в чате вот я ввожу запрос который вы дали пейзаж с утесом ничего больше не трогаю пока это все настройки по умолчанию и нажимаю кнопку рекрафт сейчас у меня была выделена вот эта рамка и значит изображение в ней будет заменяться именно пересоздаваться заново скорость работы отличается да хотя одно и то же а вот у меня пейзаж и сразу рекрафт выдает два прекрасных варианта давайте сделаем рядом еще одну версию раз у нас есть полотно мы на нем можем располагать какие-то элементы я нарисую в нем сейчас еще одну рамку и в этой рамке создам изображение так только вот я не хочу векторное давайте все таки простровое изображение вот добавляю запрос теперь про водопад и теперь иду в настройки во первых что у меня есть это соотношение сторон вот сделаем вертикально как у нас было до этого дальше количество деталей от экстремально четкого до какого-то низкополигонального варианта вот возьму низкий вариант вот тут вот у нас находятся стили я могу выбрать какой-то наиболее подходящий вариант ну пусть это будет пусть это будет акварель и еще дополнительные настройки это мы посмотрим потом ну и вариант с палитрой я могу добавить сразу палитру которую я считаю нужной палитра генерируется можно нажать на кубики и сгенерировать какой-то вариант либо загрузить какие-то свои цвета вот я возьму такой вариант мне кажется он симпатичный симпатичный и точно так же нажимаю кнопку на рекрафт тоже два варианта изображения видите количество деталей недостаточно для того чтобы четко показать я увеличиваю количество деталей и делаю новую версию генерации когда выделен один и тот же фрагмент там изображение заменяется так причем пока оно генерируется вот если видели что в Леонардо пока генерируется больше делать ничего нельзя здесь я могла параллельно запустить еще одну генерацию мне кажется получилось прекрасно да вот такой замечательный замок а теперь магия про которую спрашивали давайте мы к вот этому замку добавим еще одно изображение пусть это будет волшебник так я напишу просто слово волшебник я сделаю также изображение вертикальным ну чтобы это был персонаж я возьму ту же самую палитру тот же самый стиль я возьму вот как оно есть так ну и все больше ничего трогать не буду все оставила также количество деталей оставил ту же самую палитру тот же самый стиль потому что мне нужно чтобы изображение было в том же самом стиле и нажимаю кнопку сгенерировать как я говорила параллельно я тоже могу вот кликнуть любое место пока идет генерация сделать еще одно изображение или сразу сет изображений то есть при сете изображений будет генерироваться сразу 6 картинок мы пишем 6 запросов и получаем сразу набор отлично вот у нас есть волшебник в том же самом стиле сейчас я думаю что пришло время сделать портрет так ну вот это мне кажется будет более показательным вариантом или вот этот вот и вот пусть у нас волшебник стоит на фоне замка и водопада будем считать это парадным портретом вроде бы неплохо но у нас есть фон который несколько мешает я выделяю изображение с волшебником и нажимаю на кнопку удаление фона или изменения можно только перерисовать задний фон оставив самого волшебника таким какой он есть то есть в этом сервисе функция изменения заднего фона встроена сразу в базовые функции так о чем это говорит о том что вы можете сделать сразу набор иллюстрации например для презентации а у вас идет какой-то старителлинг а вы разберете какого-то персонажа генерируете его и вот он на фоне водопада вот он в дремучем лесу вот он спасает принцессу а вот он идет на занятия все теперь вы можете выделить и экспортировать как изображение если вы выбираете только волшебника который сейчас с прозрачным фоном вы получите пнг изображения с прозрачным фоном магия при этом я напоминаю вам что и тот и другой сервис внутри себя имеют одну и ту же нейросеть то есть по факту то что происходит делает одна и та же модель а вот результаты очень сильно отличаются из-за того что авторы сервиса подключили и настроили эту модель по-разному дали вам в руки совершенно разные инструменты и поэтому я считаю важным когда вы ищете хороший удобный сайт сразу думать о том а какая же модель на ней внутри вот леонардо да действительно хорош в картинках хорош в наборах изображений а вот рекрафт мне нравится для создания вектора и для создания вот таких вот своеобразных сетов и тот и другой я использую для оформления даже коммерческих продуктов и там и там есть хорошие варианты но они удобны по-разному давайте подведем итоги и как я обещала в конце несколько слов про организационные моменты итак наши с вами будущие шедевры рисуют нейросети мы на курсе будем считать что нейросети это синоним слова генеративные модели то есть какой-то алгоритм который умеет что-то делать подражая тому как это делает человек учится как это делает человек рисует как это делает человек пишет текст как это делает человек чем лучше обучена нейросеть тем более интересные результаты она может выдавать и хорошо обученные модели создают то чего до этого еще не существовало а для того чтобы делать вот такие вот шедевры создаются алгоритмы огромные с очень большим числом параметров увы все еще с меньшим количеством нейронов чем находится в человеческом мозгу но тем не менее чем больше в модели параметров чем вы когда читаете про нейросети пишут сенсация вышла новая нейросеть у которых четыре раза больше параметров переводя на человеческий язык это значит что она будет выдавать более уникальные изображения и они будут больше похожи на то что мог бы нарисовать настоящий художник или сфотографировать художник или изобразить дизайнер то есть в этом случае чем больше и сложнее тем качественнее для того чтобы с помощью нейросетей создать нужное вам изображение вы должны четко понимать что у вас есть условно говоря запрос и что вы хотите видеть в результате опять же все это планируем и записываем если у вас есть примеры образцы референсы у вас уже проделана треть работы дальше нужно написать грамотный подробный текст мы об этом будем говорить в четверг четко определить и рассказать модели какую именно картинку вы хотите получить в итоге и вот это вот подготовительная работа часто важнее чем то в каком сервисе вы будете рисовать но и сервисы тоже важны у них есть свои особенности какие-то быстрые но глупенькие какие-то вы дают потрясающие результаты если у вас хватит терпения несколько часов посидеть над настройками в большинстве случаев для нашей с вами деятельности для оформления вполне себе достаточно сервиса в интернете я не рекомендую для генерации изображений пользоваться чат-ботами в телеграме потому что в ваших руках окажется намного меньше настроек стилей и возможностей контролировать итоговый результат когда ваша задача сделать одну картинку для поста это все хорошо но если вы работаете над большими проектами если вам нужна презентация в одном стиле если вам нужно какую-то игру оформить если нужна виртуальная выставка я уже верно немножко повторяюсь тогда вам нужно держать руку на пульсе и настраивать каждое движение нейросети есть сервисы которые позволят это сделать легко и просто не тратя часы и дни на изучение инструкции и вот как раз на следующем вебинаре 23 мая то есть в четверг мы будем говорить о текстовых подсказках и о загрузке изображений а в первую очередь показывать буду российские сервисы это шедевром и кандинский и я предложила бы если вы в них еще не зарегистрированы если у вас нет шедевром на телефоне или вы не знаете как получить доступ к кандинскому как раз вот этим вот заняться это поможет вам быстрее и проще выполнить практическое задание и может быть даже поэкспериментировать вместе со мной на следующем вебинаре отлично я уложилась ровно в полтора часа и теперь организационные вопросы все ли из вас уже вступили в чат в телеграме если нет ссылка есть в письме которые прислали в чате у нас располагается информация для участников курса да я напоминаю что у нас есть участники у нас есть вольные слушатели вольные слушатели смотрят вебинары для участников курса еще и практические задания как раз практические задания вы будете выкладывать результаты своей работы в чате в телеграме там есть отдельная тема так и называется первый модуль практика и также можно задавать какие-то вопросы а я буду предлагать какие-то вам дополнительные активности если вы уже работали с нейросетями а если вы уже генерировали картинки и то что я показываю рассказываю кажется вам простым и понятным посмотрите задание которое выложу завтра и вы убедитесь что еще есть чему учиться а есть как некоторые хитрости и приемы которые могут позволять делать невероятные вещи а есть те задачи и те картинки которые нейросети сгенерировать нет могут сколько с ними не бейся до предела совершенства нет я согласна вот поэтому я буду помимо практических заданий которые обязательно для всех участников курса помимо этого буду предлагать какие-то еще дополнительные на ваше усмотрение если вы хотите улучшить свои навыки попробовать что-то новое поработать с каким-то интересным сервисом а ссылки на те все сервисы которые я сегодня показывала я тоже скину чат они требуют регистрации если вам что-то понравилось если что-то заинтересовало вы тоже можете с этим поэкспериментировать записи будут появляться через день через два я точно не знаю с какой скоростью будут выкладываться мы тоже будем дополнять его в группе вконтакте а и по презентации я презентацию тоже выгружу но она будет урезана по сравнению с тем что я показывал потому что здесь есть видео какие-то моменты есть какая-то демонстрация вы это увидите на записи а презентации для того чтобы вспомнить освежить какие-то основные термины и понятия отлично если есть какие-то вопросы я еще здесь в течение пяти семи минут буду подглядывать в чат видео сейчас отключаю и надеюсь увидеть вас уже в четверг